Всем привет! Сегодня 19 июня, Московская область. Хочу заснять коротенькое видео о крупноплодной землянике, которая растет у меня в огороде. Жара стоит днем жуткая, плюс 32. Ночь тоже теплая, плюс 15 примерно. Передают уже завтра утром, но я думаю, наверное, уже в ночь будет дождь, гроза, ветер. В общем, польет всю нашу землю. Это хорошо. Сегодня хоть поливать не нужно, мне будет землянику. Итак, как видите, земляника у меня накрыта сеткой. Это от птиц, потому что у меня на участке очень много птиц. И вороны, и сороки, и воробьи, скворцы. В общем, кого только нет. И как только поспевает ягода, это все сметается просто. Момент. Сегодня не собрал, завтра ягода уже не будет, это точно. Поэтому накрываю вот такой сеткой. Это специальная сетка от птиц. Ну, название у нее такое было. Сетка это очень хорошая, конечно, штука. Вот, но она недолговечная. Максимум ее вам хватит накрывать, ну, два сезона. Дальше она от солнца начинает разрушаться. Вот видите, уже второй сезон, и она начинает деформироваться, и потом просто она расползается и разрушается. Ну, на два сезона точно хватит. Это вот сеточка новая. У меня был рулон, я накрыла. Видите, не на все хватило, потому что пришлось выкинуть прошлогоднюю. Она мне отслужила два года. Итак, земляника у меня вся крупноплодная. Кое-что я выращивала сама из семян и также покупала. Здесь у меня есть арта полка, мицешинлер, купчиха, Азия. Сейчас, навскидку, еще не вспомню. Ну, в общем, начала она у меня зреть. Сейчас я приоткрою сеточку. Она и цветет, вся на ягодах, конечно, начинает уже созревать. Урожай мы еще не снимали. Это вот первая клубничка, которую мы сегодня и сорвем. Так, сейчас я покажу. Вот видите. Это Азия. Вот такая крупная клубничка. В общем, ягодок, в принципе, много. Вот, это сорт Азия. Очень крупная. Я люблю этот сорт. Мне он очень нравится. Она и крупная, и сладкая. Смотрите, какие ягодки громидные просто. Земля сохнет жутко. Если бы была еще такая жара, конечно, хоть каждый день поливали. Но ягода хорошо начинает зреть, потому что тепло. Это Азия. Смотрите, какая она крупненькая. Азия, она в основном вся поспевает. Иногда остается зелененький кончик. Но это ничего страшного. Ягода очень сладкая. И внешне, конечно, красивая. Это уже другой сорт. В общем, вся-вся она у меня уже на ягодах. Эту грядку, которую только что я показала, это я высаживала осенью уже усами. У нас садка была. Эта грядка у меня прошлогодняя. Сейчас покажу. Это сорт Мицешинклер. Это поздняя земляника крупноплодная. Вот видите, она такая. В прошлом году я не взяла с нее ягоды, потому что я высаживала поздно. Поздно рассаду высадила. Смотрите, какая ягодка крупненькая вообще. Красота. Это, по-моему, сорт Паука, насколько я знаю. У меня здесь все подписано. Это нужно мне смотреть. Я не знаю, слышите вы или нет, но у нас такой гром гремит вообще. Это ягоду вот эту. Я высаживала семенами, выращивала. Вот такая помельче. Здесь сорт Заря и сорт Искушения. Кусты, конечно, мощные. Усы я обрываю. Те кусты, которые мне не нужны, я имею в виду, не нужны больше ее размножать, я усы все обрываю. Оставила усы только практически на кучихе. Это Искушение. Смотрите, какие цветоносы. Это прошлогодняя, в общем, весенняя у меня высадка. Так, дальше. Здесь чеснок растет, лук у меня растет. Так, дальше. Видите, у меня уже не хватает сетки. Вот та часть вообще не накрыта у меня. Это рыболовная сеть. Просто накинула, потому что здесь начинает ягода поспевать. Это купчиха. В прошлом году усаживала. Тоже вот и цветет, и ягодка есть. Вот такая крупненькая. Вот она вся. Вот на купчихе я оставляю усы, потому что я хочу эту соль размножить. Вот такие листы, уже завявшие, я убираю. Подчищаю иногда здесь хожу. Вот она усы дает купчиха. Вот ягодка. Это азия крупная. Замульчировано все соломой. В общем, если здесь так пройтись. Ягоды везде есть. Довольно такие, знаете, неплохо. Все в ягодках. Это мицешинлер. Ее сразу видно даже по листве. Она такая темная. Лист среднего размера. И тоже такие крупные-крупные у нее цветоносы. Очень много довольно-таки. Так. Уход. Уход у меня тоже самый простой. Ничего такого нету. Секретов никаких. Ну, во-первых, я опоздала с обработкой. Все вы знаете, что в Московской области был жуткий холод. Но холод это полбеды. Были дожди. Поэтому обработку я не делала. Когда это надо было. Обработка у меня в основном от чего? Это от земляничного долгоносика. Долгоносика. Вот. Клеща, слава богу, паутинного у меня нет. Но вот долгоносик очень, ой, и очень много поточил мне завязей. Очень много я могу сказать. И в этом году как никогда. Вот видите. Вот оставляет он вот такие завявшие цветочки. Все. Клубнички нет. И в этом году обычно долгоносик как себя ведет. Вот видите. Работа долгоносика. Все. Он перегрызает у основания цветоноса вот эту плодоножку. И все. И засыхает. А в этом году мне было очень интересно, что он, вот вы видите на фотографии, он выедал сердцевинку. Она в цветочке, она становилась черной. И все. Ягодки получается нет. Я думала вообще черное сердечко это от того, что у нас были заморозки. Когда уже начала прям массово цвести кувника, у нас был заморозок. Я думала, что эти цветочки просто попали под морозобой. И все. И сердцевинка вот эта почернела. И тут я как-то попала на видео на ютюбе. Девушка снимала видео, что это и есть долгоносик. То есть он выедает сердцевинку у цветочка. Она становится черной. Ну, соответственно, ягодки не бывать. Там откладывать яйца и все. Я такого раньше вообще не видела. Я всегда считала, что долгоносик работает именно перегрызая вот это основание у ягодки. Вот эту плодоножечку. И все. А оказывается, долгоносик еще и работает именно на вот желтой серединке. Выедая ее и откладывая там яйца. Я этого не знала. И оказывается, у меня достаточно очень много. Он так повредил ягоды. Прям очень много. И обработать, понимаете, обработать невозможно было. Потому что шли дожди. Смысла обрабатывать нет. И я один раз обработала. Это уже после такого массового цветения. Обработала фуфаноном. С ягодой уже была клубника. Ну, а что делать? Ну, это было уже, наверное, недели две назад. То есть ягода вот только завязалась. И все. Вот одну обработку я сделала фуфанула. Выхода не было. Упитый от жары лист желтеет. Я его так периодически хожу, убираю. Хоть и поливаю, все равно земля сухая. Вот надеюсь на сегодняшний вечерний дождь или завтра утрешний. В общем, соберем красненькую клубничку, сколько здесь поспело. И завтра пойдет дождь и польет мне всю клубнику. Ну, в принципе, у меня вот и весь уход. Это полив. Удобряла один раз зеленым удобрением. И один раз я проливала гуматом калия. Ну, все. У меня здесь заложено полностью в эти высокие грядки органика. Перепревшие конский навоз. Замульчировано все соломой. Ну, в принципе, все. Минеральными удобрениями я не пользовалась. И биогумус я здесь в этом году не применяла, потому что у меня его нет. Черви мои старатели не могут произвести такое количество биогумуса, чтобы еще и на клубнику хватило. Потому что он уходит, ушел у меня большинство это в теплицы я высаживала. И в цветы, которые я высаживаю, цветник свой новый, который создаю. Ну, вот, в принципе, и все. Будем ждать дождя. И сейчас приедет ребенок, соберет несколько клубничек, которые уже поели, поспели. И я хочу еще один сорт интересный вам показать. В прошлом году на выставке в Москве я купила новый сорт земклуники. Ну, по крайней мере, для меня новый сорт, студенческая. Четыре кустика. Высадила здесь, возле теплицы. Сказали мне, что по вкусу она ничем не уступает купчихе. А купчиха мне по вкусу очень нравится. Сладкая. Ягодки, конечно, на купчиху совсем не похожи. Они здесь более такие бочкообразные. Более правильная форма, в отличие от купчихи. И мне кажется, она и покрупнее. Вот, начиная только зреть, еще ни одной ягодки не попробовала. И вот с нее я тоже усы не обрываю. Хочу взять и усов чуть-чуть, и клубнику, конечно, попробовать. Потому что не понравится, я ее, конечно, уберу. Посмотрим, что получится. Если я, смотрите, оставляю и ягоду, и усы. Есть такое, если мне нравится определенный сорт. Хочу ягоду поесть и хочу усы с нее получить. Поэтому и усов я с каждого куста беру совсем чуть-чуть. Там два-три уса. Но при этом и ягоду беру. Начинаете, вы видите, уже так спеть. Вот, такая клубничка. Куста довольно-таки неплохие. Но попробуем, посмотрим. У усов она дает много. Ягоды здесь не особо. Вот ее тоже поточил земляничный долгоносик. Был он здесь. Сейчас, конечно, обработать ничем вы не обработаете. Потому что уже ягода вовсю. Теперь уже как есть. Какой будет урожай, такой и будет. Ну что, пойдем собирать то, что поспело. Продолжение следует. Продолжение следует.